Команда на сегодня до трех часов – это ваша маленькая семья, поэтому должны поддерживать друг друга, помогать. Умение работать в команде – это важный навык на любом производстве. Поэтому на мини-чемпионате профессионального мастерства, который в эти дни проходит в информационном центре Балаковской АЭС, не только рассказывают о работе на атомной станции, но и учат действовать сообща. Педагоги, которые сопровождают школьников, уверены – такое погружение в профессию поможет ребятам определиться с выбором. Дети лучше понимают, готовы они связать свою дальнейшую жизнь и профессию с атомной станцией, или все-таки им это не подходит. Все мероприятия, которые организует атомная станция, детям очень нравится. Их не надо силком тащить, стоит только сказать – конкурс от атомной станции или чемпионат от атомной станции, и дети с удовольствием участвуют. На протяжении четырех дней балаковские старшеклассники работают по разным компетенциям – экология, охрана труда, управление жизненным циклом и радиационный контроль. Каждое занятие начинается с теории, а затем – обязательная практическая часть. На просвет убедили, что целая, перевернули, распорку поправили, завязку убрали. Вот такая есть резиночка в аптюраторе, ее подзатянули, постепенно подтягивая, примерно на ваш аптюратор. О средствах индивидуальной защиты знают все школьники, но не у каждого сразу получалось придать так называемому лепестку правильную форму. Немного практики и органы дыхания ребят под защитой. После этого можно и поработать с дозиметрами, выполнив задания эксперта, найти фонящие элементы в зале. Все это важнейшие навыки, которыми должны владеть будущие атомщики. Начиная сегодня с АЗОВ, в дальнейшем они смогут получить углубленные знания по выбранной специальности и прийти работать на предприятии атомной отрасли, где молодые специалисты очень нужны. Есть опорные вузы, с кем у нас есть система целевых направлений, где сама госкорпорация готова платить за обучение этого человека. А после того, как он ее заканчивает по нужной специальности, она еще и предоставляет в обязательном порядке ему рабочее место. И очень хорошо, что вот в учебный период дети находят возможность сами сюда приходить, заниматься, немножечко где-то креативить, немножко получать удовольствие. Это вот как раз, наверное, наше и есть будущее. Эксперты чемпионата уверены, такие профориентационные мероприятия очень важны для школьников. Поэтому Балаковская АЭС планирует проводить их чаще. Тогда и проблем с кадрами на предприятиях атомной отрасли не будет.